Друзья, привет! Сегодня у нас поездка в гипермаркет Лимана Про. Расскажу вам, как легко и быстро можно комплектовать материалы или подбирать инструмент для строительства дома. Поэтому вам желаю приятного просмотра и поехали! Продолжение следует... Продолжение следует... Итак, друзья, приехали мы в Лимана Про. Давайте по порядку пробежимся. Какой вообще нам нужен необходимый минимум инструмента для того, чтобы построить дом? Итак, друзья, первое. Для того, чтобы вообще нам построить дом, нам нужно чем-то пилить доску. Можно, конечно, это делать ручной ножовкой, но это ультрадолго. Конечно, бицепс накачаешь, но лучше взять дисковую пилу. На что стоит обратить внимание? Для примера берем первую попавшуюся рядом дисковую пилу и пробежимся по их характеристикам. Первое это 1200 Вт, то есть мощность пилы. Эта мощность пилы нам позволит спокойно распускать доску как вдоль, так и поперек. Особенно вдоль. Когда не хватило брусков, вы начинаете делать из доски, распускать ее на тот же самый брусок. Сетевая пила в этом отлично выручает. Далее. Диаметр диска 190 мм. Пропил диска 64 мм. Это вам позволит работать практически с любой толщиной доски, которую будете использовать у себя на строительном объекте. Также вам позволит быстро и беспроблемно запиливать стропильную систему, потому что нам нужно будет делать пятку. Обязательно, чтобы все было ровненько и красиво, глубина диска позволит спокойно сделать качественный запил. Ну и, конечно, сама дисковая пила должна быть не тяжелой, чтобы можно было, если что, залезть на крышу, подровнять свет, коньковый прогон, спилить лишние доски. И если добавить сюда угольник Свенсена, то с помощью такой, скажем, в таком тандеме, можно быстро и качественно тратовать доску прям хоть из штабеля. Поэтому берите это на вооружение, и работать будет намного комфортнее. Также, друзья, второй, наверное, самый популярный инструмент, который вам будет полезен и будет нужен на стройке, конечно, это дрель-шуруповерт. Дрель-шуруповерт может быть абсолютно любая, друзья. В первую очередь, рекомендую обращать внимание, чтобы было в комплекте, это два аккумулятора обязательно. Подсветочка – это классика. В идеале 13-й патрон, потому что с помощью шуруповерта вы сможете сделать, рассверлить все отверстия, прижать время на доску, собрать лица, сделать, поставить короночку, перо, сверло, сделать подготовку, все подрозетники, проходные узлы, проходки под полом, то есть завести воду. То есть это универсальный инструмент. Я уверен, что у каждого домашнего мастера он точно должен быть. Ну и смотрите, чтобы по весу, по габариту, чтобы было комфортно, удобно лежал в руке. Ну и, как сказал, два аккумулятора, потому что с одним ты работаешь, второй заряжается. Это тоже важно. Чтобы шуруповер купить, надо вообще понимать сначала, какая у вас задача, ну для чего вам нужен. Потому что есть помощнее с ручкой, можно хоть лунки зимой бурить во льду, да. Если нужно для дома, ну 14-вольтовая линейка, два аккумулятора вам хватит за глаза. Другой вариант, если, например, собираете электрощитки, делаете коммуникации, ну не знаю, я бы вообще какой-нибудь малюсенький брал, с которым удобно было бы работать, вот допустим. Если также идет с двумя комплектами аккумуляторов, маленькая башка, удобно подлезть, есть подсветка, то есть необходимый минимум бойскаута, спокойно есть в наличии. А дальше уже смотрите, ну, что вам больше нравится, какая фирма, какой бренд, какую линейку вы собираете. Ну, в принципе, 12-вольтовую линейку можно вообще особо не цепляться к бренду. То есть он универсальный. Любую полку, мебель, кухню собирай спокойно, налегке. Так, друзья, ну и, конечно, третий вариант инструмента, который должен быть у каждого домашнего мастера, это угловая шлифовальная машинка. Болгарочка может быть абсолютно любая, рекомендую присмотреться в первую очередь, это 125-й диск обязательно, желательно с регулировкой оборотов, ну и, конечно, сетевая, потому что у ШМ-ка настройки, это реально крутой универсальный инструмент. Любые планки, доборы, сетки, капельники, торцевые, что-то подрезать, подогнуть. Если есть регулировка оборотов, то вы сразу можете понизить обороты, поставить насадочку под дерево, снять любую фасочку, сделать закругление. Поэтому без такого помощника не обойтись. Также, друзья, нам понадобится ручной инструмент, точнее, минимальный набор бойскаута. Это рулетки, ножи, карандаши, угольники, молотки. Что хочется сказать по рулеткам? Лучше брать золотую середину, это 8 метров, с ним удобно работать. Также лучше обращать внимание на рулеточку с автостопом. Это мое личное мнение, потому что в одну каску ты работаешь, ты можешь спокойно отбить расстояние, допустим, а самые ходовые это 590. Мы просто выставили это расстояние и можем спокойно размечать стойки. Ну и, конечно, комфорт, чтобы она удобно лежала в руке и цеплялась за строительный пояс. Имейте это в виду. Ну, конечно, лучше 2 по 400 брать. С ними, конечно, будет удобнее работать. Это, друзья, основной помощник настройки. Это струбцины, быстро зажимные. В идеале еще смотреть, чтобы были вот такие интересные плюшки, механизмы. Смотрите, как пальцем нажал, раз, вытащил. То есть ты можешь раз, перевернуть, на обратную сторону поставить, и у тебя уже струбцинка работает в разных направлениях. Укладываешь пол, делаешь фасад, имитацию бруса, тебе надо ее поджать. Бабушку прикрутил на один саморез, раз, отжал, доска встала на свое место. То есть не надо никаких гаечек раскручивать и так далее. Вот быстренько раз, встал, все, струбцинка работает в своем режиме. 400 мм. Обвязка лаги пола. Надо прижать доску, выровнять. Взял, зажал. Далее, укладываешь лаги, делаешь стропилку, доска винтом. Ты не можешь ее вытянуть, выкрутить. Струбцинкой зажал, прям весом своим чуть-чуть поддал, можешь закрутить доску, будет стоять ровно. Поэтому берите на вооружение, это очень полезный инструмент, особенно при строительстве дома. И лучше всегда иметь таких два. Итак, друзья, с инструментом мы разобрались. Давайте теперь пройдем чуть дальше и поговорим о строительных материалах. Потому что я сам приехал с прицепом. Будем его сегодня затаривать на максималку. Итак, друзья, мне нужна кровля. Сейчас я вам дам пару советов. То есть я посчитал нужное количество кровли. Это примерно там 41,2 м2. Я округлю это в 45. Возьму где-то упаковок 15. Хотя по факту надо 12 копейками. Но, когда я сделаю кровлю, у меня останутся упаковки. И если они сохранили свой товарный вид, поэтому надо аккуратно разгружать, выгружать материал, я потом могу спокойно приехать и вернуть этот оставшийся товар, получить денежку назад. Поэтому берите на вооружение. Это очень удобно, потому что отделка дома, фасада, кровли, внутрянка, очень большое количество материала. И удобно, что можно сыграть в запас. Не надо потом ехать, не хватило там две плитки, ехать опять в магаз, искать ее, вдруг там другая партия. То есть лучше сразу все брать с запасом, а потом спокойно можно вернуть и вернуть свой кэшбэк. Свою денежку берите на вооружение. Сегодня пробежался по магазину. Набрал себе разного крепежа, расходки. В прицеп накидал весь материал, который мне необходим для постройки дачного домика. И, конечно, взял с запасом. Поэтому, друзья, если вы строите дом или делаете ремонт, рекомендую прям пробежаться по магазину, посмотреть все глазами, что-то взять с запасом, накидать наперед заранее. Так что вот так, друзья. Ну, а мы с вами встретимся в следующем видео. Будем строить дачный дом. Поэтому еще раз спасибо. Всем хорошего настроения. Всем пока-пока. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok